В армию не хочу, там надо сапоги защищать, если не защитишь, тебя повесит. И в гробу закрытом похоронят, под музыку из фильмов американских. А сапоги то рядом в гроб положат. Начищенные, парадные, красивые. С аксельбантом, ребята, идите служить. Ребятишкам в кашу бром подсыпают. Совсем молодым ребятам, у них потом хер стоит как часовой с берданкой. И после отбоя в попу друг друга трахают. Свет выключают и бегают по казармам, бесятся. Любят нарядиться девочкой и родину служить от защищать. И в попу друг друга чпакают. Если ты попал в разведку, считай твои дни сочтены. Утром рукопушка, перед обедом фистинг. На обед руккола. После обеда расстрел. Без ужина оставили. Пидоры суки. Кушать хочется, а меня хоронят. Блять. Когда генерал женился, солдат загнали в баню. Закрыли, подожгли. А они ничего не знают, моются. Сержант мыло уронил. Его срочники заломали и вебали. Почему? Да потому что он на камни насыл. А генерал с женой смотрят и смеются. У жены припадок. Упала, глаза закатила, из-за рта пена. Жена красивая. Умерла. Когда хоронили, солдаты в воздух стреляли. Их тоже потом расстреляли. Кто-то закричал. Всем похуй. Хуй колом стоит, что делать? Ты знаешь ответ. Если старшину привязали к тумбочке, значит он провинился. Его надо пнуть. Или вебать. Тут уже от человека зависит. Сегодня кино показывали. Наебали. Суки. Показывали дом минус два. А солдатам в караул идти. Они же там друг друга перестреляют. Блять. Решили им оружие не давать. Выдали по валенку. Так эти долбой бы одного солдатика насмерть валенками забили. Насыпали внутребитого кирпича и забили. Но мне его не жалко. Все равно бы помер. Кто-то палец оторванный пришивает. Кто-то щенка утюгом забивает. На полу насырано. Плакат Тимати. Напротив плаката Робокопа. Подписанный. Кто подписал, неизвестно. Весь предыдущий призыв расстреляли, но никто так и не сознался. Гойко вспоминать. Воняет жутко. Полуразложившийся труп срочника. Вот такой наш ленинский уголок. Зачем нужно служить? Чтобы не напали. Монголы. Будут по России ходить, целенаправленно деньги выпрашивать. Суки. Пидоры. Гвоздем машину поцарапает. Ну что ты ему скажешь? Он же ничего по-русски не понимает. И осудить его не смогут, он же не гражданин. Только выслать в степи там и расстрелять. Пидоры. Все рыбы пидоры. И монголы. Кто не курит, тому в день выдают две конфетки. И риски. Одна из них отравлена. В другой бром. Вот и гадай. Или подохнешь, или стояк лютый будет, хоть кол чеши. Но там большинство курит. Как же тут не закуришь, если тебя ебут в жопу. Охуеть. Если проебаться от наряда, можно в самоволку. Главное, чтобы не вычислили. Если вычислят, то тебя отведут в гараж, разденут, завяжут глаза. Во рту кляп. Садят на холодный пол, аж яйца сводит. И начинают читать реп. И пиздят. Цепями велосипедными. Ладно хоть не ебут. Лучше бы ебали. У кого на гражданке девчонка ждет, тому яйца отрезают. Воинский обряд такой. Как посвящение в студенты, только тебе яйца отрезают. Ножницами. Ржавыми. Их потом можно будет в дембельский альбом подшить. А девчонка все равно не дождется. Кто продаст аккумуляторы, камазовские, тот царь. Имеет право носить корону. С ним всегда свита. Он кушает первым. Генерал при встрече ему в ноги кланяется и обращается князь Крендель. Царь всегда ест с пола. Как волк. Или собака, им виднее. После отбоя царя все ебут и пиздят. Почему? Да потому что продал все аккумуляторы, пидара с пассивной. Правильно говорят, что кто не служил, тот не мужик. Или неправильно, я в хуй не торобанил. Кто до дембеля дожил, тот огурчики палил. Выглядит как чушь. Это и есть чушь. Кто дожил до дембеля, у того кукушка отбита. И срака как у Дональда Дака. Зато живой. Или мертвый. Ему виднее. На питание срачника Министерство обороны выделяет по 478 рублей в день. Пиздишь. Выделяет в половину меньше. Половину забирает генерал. Еще половину старший офицерский состав. Еще половину повара. И доходит до солдата 17 рублей. И жрет. Деньги жрут, пидоры. Посыпают бромом, мажут маслом, чтоб лучше выходили, и жрут. Кто накосечет, останется без ужина. Такие дела. Повоюем еще. Так прапор говорил. Потом повесился. Или повесили, хуй знает. 6 стелень 1 февраля 2014-64.